На большой эстраде в Меже-парке подсчитать точное количество участников невозможно. Это не позволяет конструкции эстрады. К тому же подобные строения в мире уже давно не сертифицируют. С таким предупреждением сегодня выступили эксперты РТУ. Впрочем, несмотря на предупреждение, сокращать количество участников праздника песни и танца не планируют. В ситуации разбирался Сергей Герасимов. 48 квадратных сантиметров. Столько должно отводиться на каждого певца на меже-паркской эстраде, чтобы они не падали в обморок и вообще чувствовали себя хорошо. Согласно заключению экспертизы Рижского технического университета, при таких условиях максимально допустимое количество человек на эстраде составляет 7400. Но разве это масштаб? Праздник песни и танца должен принять по крайней мере 13 тысяч, заявила министр культуры Датци Мелборда. Отметим, что и этим летом, когда обмороки были прямо на сцене, участие в репетиции принимали не менее 12 тысяч человек. Праздник песни и танца всегда был открыт для всех, кто хочет в нем принять участие. Я не помню, чтобы хоть раз в истории всеобщего праздника песни и танца мы организовывали конкурс и говорили, что кому-то придется остаться дома. Очень жаль, что в этот раз эта ситуация произошла именно на школьном празднике. Инструкторы физически не смогли принять такое количество детей. Даже сейчас в середине октября отлично ощущается, как вся эта изогнутая конструкция хорошо аккумулирует тепло. Сейчас на 18-м ряду здесь действительно очень жарко и сложно себе представить, что чувствовали дети в разгар лета на репетиции праздника песни на почти вдвое переполненной эстраде. Теперь, чтобы все поместились, дополнительные места для выступающих предлагают организовать на площадке прямо перед эстрадой, а также по обеим сторонам от нее, где сейчас расположены звуковые щиты. Да, акустика, несомненно, пострадает, и эту проблему также предстоит решить. Впрочем, есть еще одна. Сосчитать 7, 10 или 13 тысяч школьников на эстраде не так просто. Нынешнее решение о скамейке на эстраде не позволяет ни организовывать, ни контролировать, сколько человек там находится. Во всем мире сертификацию проходят только такие строения, где есть индивидуально отделенные места, а не скамейки. Так, например, на стадионах приходилось демонтировать скамейки и устанавливать отдельные сидения. Когда этот объект проектировали, еще не было таких жестких критериев. К тому же число людей на эстраде — это и вопрос безопасности. Если участники не знают, куда и как двигаться в случае ЧП, то даже сегодня допустимое число участников должно быть снижено до 5400, чтобы в общей панике еще больше они не навредили друг другу. К слову, 20 лет назад, перед заключительным концертом праздника песни северных и балтийских стран, на этой самой эстраде ЧП действительно произошло. В ее восточной части прогремел взрыв. Лишь по счастливой случайности пострадали лишь четыре хориста. Тогда это списали на политическую акцию. Но конструкция эстрады пострадала. И хотя сегодня она в техническом порядке, разговоры о ее сносе и возведении новой, с нуля, не стихают. Полностью все снести, заново строить, это где-то 30 миллионов евро. И мы имеем другие сегодня, ну, скажем так, работы. Технические решения, как подготовить эстраду к празднику песни и танца 2018 года, должна предложить специально созданная рабочая группа до конца этого года. Сергей Герасимов, Томас Бетерис, Айнис Кубч, Латвийское телевидение.